Пожалуй, самая горячая социальная тема этого лета – грядущая пенсионная реформа. В связи с этим в инспекции труда открылась горячая линия для людей старшего возраста. По телефону, который вы видите на экране, можно получить соответствующую консультацию. Специалисты помогут решить проблему с невыплатой или задержкой заработной платы, а также подскажут, куда обратиться в случае незаконного увольнения. Правда, за 10 дней работы горячей линии ни одного звонка на нее не поступило. Я так думаю, что в основном будут граждане предпенсионного возраста обращаться по вопросам увольнения. То есть у нас сейчас идет оптимизация производства, то есть на ряде предприятий работающие принимают меру по сокращению штатной численности работников. При сокращении коллектива под удар, как правило, в первую очередь попадают люди предпенсионного возраста. Однако многие пенсионеры сами предпочитают сменить работу на более легкую. Подобрать вакансию помогут в центре занятости. За первое полугодие 2018-го за помощью сюда обратилось около полутора тысяч жителей региона пенсионного и предпенсионного возраста. Больше 40% из них трудоустроились по разным специальностям. Есть и рабочие специальности, есть и даже врачи, медсестры, преподаватели. То есть в принципе динамика такая, что, кстати, почему-то мы сделали анализ и получили цифру, что люди, получающие пенсию, трудоустраиваются намного чаще, чем те, кто предпенсионный возраст. Впрочем, тем, кто уже перешагнул 60-летний рубеж, найти работу бывает не так просто. Как правило, им предлагают должность сторожа или вахтера. Оплата труда скромная – не более 15 тысяч рублей в месяц. Некоторые решают в почтенном возрасте перепрофилироваться и получить новую специальность. Так поступила Татьяна Прыткова. Женщина за месяц прошла курсы лифтера и устроилась в областной онкодиспансер. На бирже труда обратилась, спросила, можно ли переучиться на лифтера, чтобы попроще было. Ну, да, чтобы посвободнее было, полегче, поменьше загружать голову. Вот, и они мне предложили обучиться на лифтера. И вот 23 мая мы закончили курсы, я пришла, вот устроилась здесь на работу. Работать после выхода на пенсию или нет, каждый решает самостоятельно. Государство обещает, что непопулярная в народе реформа позволит значительно повысить пенсионные выплаты. Максим Себряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.